МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Порой за новыми впечатлениями туристы готовы ехать за тысячи километров, даже не зная, что удивительные по силе и красоте места находятся совсем рядом. И сегодня за эмоциями, впечатлениями и приключениями мы отправляемся в новый Тарьял. Итак, двигаемся по Сердорскому тракту. Дорога живописная, можно любоваться бескрайними полями, уходящими за горизонт. К качеству дороги у нас тоже не возникло претензий. Забегая вперед, скажу, что впечатлений в новом Тарьяле мы набрали столько, что в один выход рубрики они просто не поместились. Сегодня в поселке городского типа Новый Тарьял живет около 6 тысяч человек. Само слово Тарьял переводится с морейского как деревня у черного леса. Новоторьяльский район в народе называют самым языческим. Здесь много капищ, священных морейских рощ, здесь родился главный карт республики. Однако история этого поселения неразрывно связана с православной церковью. Изначально в деревне жили лишь представители духовенства, а в современном Новом Тарьяле работает воскресная школа. История поселка Новый Тарьял начинается здесь. В 1815 году была заложена вот эта церковь. На ранее необжитых пустынных местах образовался новый приход. Люди в него пришли из поселка Старый Тарьял. Ну а новый поселок логично было назвать Тарьялом Новым. Сразу при въезде в поселок гостей встречает необычный памятник трактору. Здесь находится одно из самых удивительных мест не только в нашей республике, но и среди соседних регионов. В огромном ангаре расположилась частная коллекция ретроавтомобилей Андрея Куклина. Здесь около 50 экземпляров, все на ходу и с номерами. Детали для них приходится искать по всему свету. Сохранена и внутренняя отделка. А началась история этой коллекции, как это обычно бывает, с детской мечты. Была у меня какая-то мечта. Я ходил, помню, в магазин, культовары, где продавали, там мопеды стояли и все прочее. Я часами приду и целый час рассматривал этот мопед, так как мне купить не могли. Помню, был мопед Верховина. И самое смешное, что я вот недавно этот мопед нашел, я его купил. И тогда, значит, в магазине я когда ходил, было мне 7 лет, сейчас мне 40. То есть спустя 40 лет мечта у меня сбылась, у меня теперь есть этот мопед. Я его восстановлю, сделаю и поставлю. Теперь, кроме заветного мопеда, здесь и мотоциклы, и грузовики, и тракторы, и, конечно же, легковые автомобили. Есть даже броневик. Построен он, правда, уже современными мастерами в качестве эксперимента. Восстановлен по старым чертежам. Он в точности повторяет броневик «Остин Путиловец» образца 1915 года. Закупали их еще в Царской России для участия в Первой мировой войне. Из 200 машин одна не завелась. Так и осталось стоять в Кронштадте. Именно ее-то и использовал Ленин для своей пламенной речи. Как и любой увлеченный человек, хозяин этих раритетных авто про каждую свою машину может рассказывать часами. Вот американский «Бьюик». На его основе в Советском Союзе выпустили 101-й ЗИС. На подобных автомобилях ездила только партийная элита. А это «Волга» ГАЗ-21. Первый личный автомобиль Гагарина. И звезда кинофильма «Берегись автомобиля». Легендарный 401-й «Москвич». Выпускать его начали сразу после Второй мировой войны. На базе одного из разграбленных немецких заводов. Тут интересный такой случай. Начали, значит, «Москвич» выпускать. Он первые экземпляры вышли, значит, двухдверные. И когда приехал водитель, привез там конструкторов, приехали они к Сталину, чтобы тот утвердил и дал разрешение на массовое производство и все прочее. Значит, Сталин вышел, сел тут рядом с шофером. И конструкторам говорит, ну что, садитесь, поедем машину испытывать. А они сесть-то нельзя. Две дверки, надо было сказать, вы отойдите, мы типа туда залезем. Начали, говорит, вот так переглядываться. На что Сталин, значит, выдержал паузу, поднял голову. Все поняли, вышел и ушел. И через 12 дней пришла, значит, ровно прошло 12 дней, и вышел вот такой автомобиль. Дверьки, видите, узкие, они в обратную сторону стали открываться. На что он утвердил эту модель. И начали выпускать «Москвич» вот 401. Во время Великой Отечественной войны для нужд фронта было мобилизировано почти все, что имелось в народном хозяйстве. В основном это автомобили «ГАЗ» и «ЗИС». Армии нужна была мобильность. Так и появились первые советские легковые вездеходы. В коллекции они тоже представлены. В этом импровизированном музее мотоциклы занимают особое место. Вот, например, военный мотоцикл «ДКВ». Выпускали его в Третьем рейхе в начале 40-х. Мотоцикл военный. Есть даже специальная бирка, на которой указан номер части. Ну а такой необычный, нетрадиционный цвет указывает на то, что воевали на этих мотоциклах в Африке. Теперь у Андрея новая мечта – открыть музей ретроавтомобилей. Для этого, конечно, нужна и государственная, и финансовая поддержка. А пока он готов поделиться своими знаниями и просто так. Ходят люди, мы как бы бесплатно рассказываем, показываем. Если видим, что человек с интересом слушает или что-то, то уже как-то что-то с сердечкой ёкает, что не зря этим занимаюсь, уже это радует. Я как бы доволен. На этом заканчивается время выхода рубрики «Колесим по краю». Но не наше путешествие в новый Тарьял. На следующей неделе расскажу, как попали парусные корабли в Краеведческий музей и почему вода из подземного озера в Маскануре считается целебной. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова